Всем привет, с вами снова Ярик, и сегодня я представлю вашему вниманию обзор на замечательную игрушку Fable 3. Итак, пожалуй, давайте уже начнём игру. И начнём рассказ о Fable 3, пожалуй, с главного меню игры. Нет, не бойтесь, на обычной строчке, там, настройки графики полчаса мы тупо смотреть не будем, пялиться. Меню игры здесь выполнено довольно оригинально. И то, что вы сейчас видите на экране, это не просто, там, не знаю, какой-то замок, это меню игры. Действительно, здесь оно выполнено довольно оригинально. Подходим, допустим, к определённой арке, и здесь вот у нас уже настройки, параметры и всё такое. Подойдём к другой арке, и у нас уже тут статус героя. То есть всё то, что выполнялось раньше нажатием на Escape, привычным, теперь нажатие на Escape приводит нас в мир игры и, опять же, в меню игры. Так что довольно оригинально. Я думаю, никто ещё ни одна игра таким меню не может классным похвастаться. И только Питер Мулинье мог придумать подобную интересную вещицу. Ну, давайте уже отойдём от меню и перейдём, пожалуй, к различным, там, разборам одежды, оружия и так далее. То есть вот в нашем убежище, так называемом, есть разные комнаты. Например, здесь у нас оружейная, где можно подобрать себе различное оружие. Оружия довольно много, но сейчас у меня открыто ещё не сильно много, в принципе. Однако... Однако мне хватает пока что. Но так как я играю ещё совсем недолго, так что я думаю, оно будет накапливаться. Но всё, заметьте, выполнено довольно оригинально. То есть мы можем войти, допустим, в нашу костюмерную и подобрать себе нужный костюм. У меня костюм пока мой тоже радует, хотя, наверное, оденем этот. Он выглядит как-то побрутальнее. Так, отлично. Так что всё здесь выполнено не просто там нажатием на какое-то меню, а теперь здесь более как-то реалистично всё это сделано. Довольно оригинально и интересно. Ну ладно, давайте уже отойдём от главного меню, и я расскажу вам об истории. А мы пока будем продвигаться по пути. Итак, история Fable началась ещё в 2005 году, когда вышла первая часть игры Fable. И она порадовала множество геймеров своим удивительно красивым, проработанным, интересным живым миром. Интересным геймплеем, множеством возможностей и даже хорошей графикой. И всё это нам преподал Питер Мулинье. Замечательный, в общем-то, человек. Но то, что нам обещали в первой части Fable, наверное, даже половины того не было сделано. Все мы знаем, что Питер Мулинье многое обещает, но мало делает. И вот, спустя, по-моему, в 2008, да, спустя 3 года, выходит вторая часть Fable. Она вышла эксклюзивно на консоль Xbox 360, хотя планировалась раньше и для PC. Но так как версия для PC была заморожена, не знаю по каким причинам, ну, в общем, не стали эксклюзивно делать для консолей PC. Они сделали эксклюзивность для Xbox. Ну, Microsoft денежек заплатила. И, собственно, вторая часть Fable также радовала игроков. Я вот в неё играл и прошёл её почти. У неё точно такой же был интересный, проработанный мир, действительно сделанный с любовью. То есть, до мелочей всё было продумано, и видно, что над игрой работали. И графика была великолепна, и саундтрек, который до сих пор, мне вспоминается, запомнился ещё с самого, наверное, начала игры, с самых первых вступительных роликов. То есть, да, действительно была отличная RPG, и довольно такая интересная, разнообразная. И вот, спустя ещё 2 года, вышла, наконец-то, в свет Fable 3. Должна она была выйти на PC и Xbox 360 ещё осенью, но, так как версия для PC была, опять же, якобы, не знаю, там, доделывали её, ну, как всегда, в общем. Она вышла буквально 2 дня назад. И чем же может, собственно, похвастаться Fable 3? Питер Мулинье обещал многое то, из чего, что он не сделал, не додал Fable 2. То есть, Fable 2, он обещал там чуть ли не полёты на Луну, но ничего, конечно же, этого не было олицетворено и сделано в жизни. То есть, нам добавили, ну, побольше квестов, хорошую графику, новую историю, да и, в принципе, всё. Fable 3 кардинально обещали, кардинально изменить. Они убрали весь интерфейс, как вы можете видеть. То есть, никакого сейчас интерфейса, привычного для RPG, то есть, там, множество, там, всякие маны, там, всё такое, здоровье, здесь нету. Интерфейса, как таково, вообще здесь нету. Действительно, это, в принципе, я поначалу думал, это как-то будет тяжело, там, смотреться, там, не знаю, ну, всё-таки, как же без интерфейса. Оказалось, всё довольно отлично сделано, довольно хорошо, ну, всё-таки, видно, поработали над этим. Так что, трудности интерфейса, убранный интерфейс никаких не вызывает. Графика осталась на уровне, наверное, второй части, хотя PC-версия от версии Xbox 360, конечно же, отличается. И отличается, конечно же, в лучшую сторону, здесь и текстурки получше, и я вот сейчас включил это мыло, всё ужасное. Так что, всё выглядит, картинка довольно чёткая и красивая. История в Fable 3 тоже отличается от истории первой и второй части. Если кто играл в первую и вторую часть, то, я думаю, вы все помните, что мы начинали игру ещё маленьким пацанёнком. И буквально развивали, начинали его всю жизнь, с самого детства. А в Fable 3 мы уже начинаем таким юношей, уже довольно в состояшности, там, я не знаю, сколько лет, ну, уже такой юноша. Так что, я не знаю, по-моему, даже здесь нету старения, хотя, может быть, я и не прав, я, честно, не заметил пока. Хотя нет, по-моему, он у меня немножко изменился. Или нет. Ну, собственно, никакого тут уже такого возрастного, как этого, порога, уже такого нету, как было в первых и вторых частях. То есть, когда мы начинали там пацанёнком, потом у нас уже он подросток, потом у нас уже мужчина такой, и уже такой уже дедок заканчиваем. Здесь уже начинаем таким мужичком и играем им. Итак, в принципе, геймплей тоже никак не изменился. Добавили множество интересных квестов, множество побочных заданий. То есть, всё осталось на уровне где-то второй части. Никуда золотая дорожка, ну, вот эта, как вы можете видеть, которая показывает нам путь, тоже не делась. Я такой своеобразный GPS-навигатор у нас, со второй части ещё был введён. Он и остался у нас на месте. Квесты стали действительно интереснее и разнообразнее. То есть, я вот помню уже в третьей части я проходил недавно квест, который мне действительно запомнился, и я не могу не рассказать о нём. Это когда надо было играть в театре различные роли, там, привидениям, с привидениями. Было действительно очень оригинальный такой квест, и ни в одной, пожалуй, игре я такого не видел. Действительно смотрелось очень свежо и интересно. Графика. Давайте ещё раз вернёмся к графике. Как вы можете видеть, графика довольно неплохая, то есть, всё действительно хорошо прорисовано, и игра может похвастаться своей хорошей оптимизацией. То есть, сейчас я играю на ноутбуке, играю я на высоких настройках, и всё выполнено, и смотрится очень хорошо, и при этом FPS также довольно высокий. Вот сейчас перед нами квест, мы стреляем из пушки. Всё это, конечно, немножко напоминает Assassin's Creed Brotherhood, то есть, точно так же и направляемый стреляк. Очень похоже всё смотрится. Да. И, опять же, оригинально. Саундтрек. Так, я... Ну и какие у нас эти... Ну что ж, отлично. А пока мы будем истреблять этих нечисть, я поговорю о саундтреке. Саундтрек в третьей части также остался отличным. Действительно, очень хорошо вписывается в мир игры, в гармонию, в старившую здесь. То есть, реально очень хорошо вписывается, и очень хорошо подобаны композиции. Управление, да, если кому интересно, управление. Управление, конечно, приспособили к PC-версии. То есть, реально можно играть, как сейчас я играю на клавиатуре с мышкой. Но, однако, всё-таки на геймпаде, я думаю, будет вам поудобнее играть. Ну, кому как. Заядлым PC-геймерам, которые не любят там геймпады, играть только на клавиатуре, и точно так же не будет никаких, звать, струднений игра на клавиатуре. Так что, с управлением они поработали. Да и вообще, порт с Xbox 360 оказался довольно качественный. Здесь всё-таки и улучшили текстуры, и графику подкрутили, и там всё-таки освещение, всё изглаживание добавили, и управление перенести довольно хорошо, и оптимизацию не запароли. Чем не может, допустим, гордиться тот же Ведьмак 2, на который я пока что ещё не выложил обзор. Блин, ну, как-то мне пока и не охота его обозревать, потому что... Нет, я, конечно, ничего не имею против него, но всё-таки для PC-кклюзива могли бы я оптимизацию подкрутили. Потому что даже на моём компьютере она такая странно просаживается. Ну да ладно, сейчас речь идёт не о Ведьмаке, а о Фейбале. А что ещё можно рассказать о Фейбале? Да, думаю, больше ничего. Я рассказал, пожалуй, всё, и графику рассказал, и про физику рассказал, и про геймплей. Собственно, играть я посоветую, наверное, всем любителям РПГ. И не бойтесь, вас есть смущай, там, не знаю, какая-то мультяшность графики. Нет, графика здесь, не знаю, ну да, она мультяшная, она выполнена в таком сказочном стиле. Но чёрт возьми, эта игра, я не скажу, что она детская, или там, не знаю. Она подойдёт, я пожалуй, для всех возрастов, что и самое интересное для всех полов. То есть, могут и девушки, и юноши играть в неё спокойно, и всем будет интересно. Каждый найдёт для себя что-то подходящее. Потому что здесь можно, главное, даже героиню брать, или герой, в зависимости от кого. Симуляция жизни тут также выполнена, тоже довольно интересно. То есть, тут можно и дома покупать, и всё в людьё. Ну, да и как-то порой вообще мне это всё напоминает такой якобы Симс. Что ещё интересно, то взаимоотношения с людьми. Как вы помните, во всех частях Фейбла было отличное взаимоотношение с людьми. То есть, там можно было и отношения с ними наладить, там, какие-нибудь, там, не знаю, враждебные, дружеские, любовные, там, вот для этого. Здесь это также очень хорошо развито. То есть, можно со всеми, с кем хочешь, какие хочешь отношения, какие у тебя получатся. Главное, твоя фантазия. Больше, скорее всего, я ничего не расскажу больше про Фейбл. Только что могу посоветовать поиграть в неё всем. Всем любителям РПГ. Всем любителям РПГ, которые действительно устали от таких хардкорных РПГ, серьёзных. Если вы хотите просто, весело, интересно, скоротать вечерок за приятной игрой, с интересной компанией, потому что здесь ещё можно проходить её в кооперативе. Так что, если вы хотите с другом провести весело, весело время, мой совет играйте в Фейбл 3. Ну, а на этом мы, пожалуй, закончим. С вами был Ярик. Играйте только в хорошие игры, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!